Приветствую, друзья! Вы на канале WP Lovers, и это традиционный обзор на выведение Elementor, и бесплатная, и платная версия которого обновилась до версии 3.0. Жирное обновление, в котором разработчики добавили очередной штрих для более удобного дизайна многостраничных сайтов. Подправили производительность, изменили конструктор тем в Pro-версии, но обо всём по порядку. Итак, поехали! Во-первых, сразу хочу проговорить предостережения для тех, кто не досматривает видео до конца или там даже до середины, в самом начале лучше скажу, что не стоит пока обновлять ни Elementor, ни Elementor Pro на рабочих проектах. Версия новая затрагивает много областей и может запросто что-то пойти не так. Также в любом случае перед обновлением нужно создать резервную копию файлов и базы данных. Ну и самый простой, пусть и не самый быстрый способ проверить, будут ли проблемы с обновлением, это перенести сайт на субдомен «Видео по переносу». У меня есть, как вы видите, ссылку оставлю и в описании, и в подсказка сейчас всплыла. И попробовать обновить там. Если полёт нормальный, то после резервного копирования можно обновлять рабочий сайт. Сейчас предвижу, начнётся возмущение, мол, к чему такие танцы, ко-ко-ко. В любой разработке так делают. Создают контроль версий и имеют копии, так что хорош возмущаться. Сказал «надо делать так», значит «надо делать так», чтобы потом не было мучительно, больно. И ещё, пока не досмотрите видео до конца, не повторяйте за мной, не делайте то, что я делаю, хорошо? Я думаю, мы договорились. У меня сейчас активна версия 2.9.9, я нажимаю «обновить сейчас». И Elementor Pro я тоже обновлю до версии 3.0. Один, по-моему, три с лишним, короче говоря. Уже несколько обновлений вышло, немножко пофиксили то, что не дофиксили, то, что не доделали. Будем смотреть и разбираться. Итак, сначала посмотрим, что обновили в бесплатной версии Elementor 3.0, поскольку она всё-таки базовая. Какую проблему я часто наблюдаю среди тех, кто присылает мне ссылки на свои сайты? Зачастую разные страницы или части сайта, или даже части одной страницы выглядят по-разному. Отчасти это от непрофессионализма, многие из вас новички, но отчасти и от того, что до сегодняшнего дня в Elementor было неудобно задавать единые цвета и типографику. Недавно мы смотрели на глобальные стили темы, но теперь раздел дизайна ещё больше расширили в возможностях. Однако, прежде чем мы перейдём к его просмотру, давайте проведём небольшую ретроспективу. Раньше, когда мы заходили вот сюда, кликали по бургер-меню, мы заходили в стиле темы, и здесь можно было задать стили каких-то повторяющихся общих элементов. Для того, чтобы сориентироваться в этом разделе, смотрите это видео. И также был ещё раздел вот такой, снова вернёмся в бургер-меню, и был вот такой раздел цвета. Здесь можно было задавать те цвета, с которыми добавляются виджеты в область редактирования. Например, если я добавлял заголовок, то он становился автоматически голубым, и становился он таким именно потому, что здесь была задана определённая базовая цветовая палитра. Кроме того, вот здесь на вкладочке стиль можно было задавать свою собственную палитру вот таким вот образом. То же самое было и со шрифтами. Можно было задавать шрифт и насыщенность основного заголовка, вторичного основного текста и акцентного текста — это тот, что отображается на кнопках. Ну такая примитивная базовая настройка была. Плюс, как мы уже обсуждали, в стилях темы тоже можно было кое-что настроить. Но в этом обновлении разработчики добавили вот такой большой раздел, где есть все глобальные настройки для всего сайта. Всё в одном месте, и нам больше никуда не нужно переходить, чтобы выполнить определённые настройки. И поскольку глобальные цвета — это прямой преемник вот этого раздела, цвета по умолчанию, а глобальные шрифты — это прямой преемник раздела стандартные шрифты, то, понятное дело, должна быть какая-то процедура миграции. И она, конечно же, есть. Её сделали вот здесь, в инструментах. Контроль версий. И есть вот такая кнопка «Переход на версию 3». По идее, она должна сбросить все текущие глобальные шрифты цвета и перенести предыдущие настройки из версии 2, в зависимости от того, какая последняя версия была установлена. Перед обновлением я добавил несколько цветов в палитру, добавил несколько стандартных шрифтов, и сейчас мы проверим, перенесутся ли они из предыдущей версии или нет. Нажимаю «Переход на версию 3.0», нажимаю «Продолжить», жду завершения процедуры и пробую перезагрузить эту страницу. Посмотрим, насколько этот перенос сработал. Захожу сюда. Настройки сайта. Глобальные цвета. В принципе, да, сработал. У меня так и было. Цвет чёрный был. Вот такой вот, будем называть его цвет морской волны, Тиффани или как-то ещё. Цвет для текста, опять же, да, и акцент. Всё перенеслось замечательно. Ну и сейчас, забегая вперёд, скажу, что у меня должен быть выбран шрифт RobotoSlab для заголовков, OpenSense для обычных текстов, ну и, по-моему, ещё какие-то шрифты должны быть выбраны. Основной заголовок, смотрим, RobotoSlab, всё правильно. Вторичный заголовок OpenSense у меня было выбрано. Основной текст должен быть тоже OpenSense. Ну и акцентный текст RobotoSlab точно так же. Всё замечательно, всё перенеслось. Хоть вы и не видели, что было задано до этого. Ну, поверьте мне на слово, именно это и было задано. И вот эта процедура переноса, её разработчики добавили как раз-таки в дополнительной версии 3.0.3. В момент выхода этой функции не было, и, конечно же, она очень хорошо помогает переходить с предыдущей версии, если вы, конечно, использовали вот этот раздел с цветами и шрифтами. Но давайте переходить по порядку, для чего нужен этот раздел и вообще, что здесь добавилось и обновилось. Теперь можно задать цвет в одном месте, назначить его элементом и при желании изменить в одно действие. Что это означает? Это означает, что сейчас в глобальных цветах вы можете создать любой цвет. Подобрали вы палитру в специальном каком-то сервисе, задали этот цвет. Ну, пускай он будет вот такой вот красный, чтобы точно его не пропустить. Нажимаем обновить. И теперь, когда мы выделяем виджет, ну, естественно, чтобы его выделить, надо закрыть этот режим, выделяем виджет, переходим в стиль и смотрим цвет текста, да. Появилась вот такая иконка, нажав на которую, мы видим весь список наших цветов, которые мы только что с вами наблюдали. Изменить этот список можно вот таким вот образом, ну, то есть управлять глобальными цветами, и мы попадем туда, откуда мы только что ушли. Соответственно, если я хочу задать этому заголовку красный цвет, я выбираю вот этот, мой глобальный цвет. Автоматически Elementor присваивает вот такие названия, но еще какой интересный момент. Когда мы здесь хотим изменить этот цвет, допустим, нам не понравился, мы подбираем какой-то другой цвет, ну, например, вот такой, хотим добавить его в палитру, нажимаем добавить новый глобальный цвет. И обратите внимание, появляется диалоговое окно, мы можем назвать наш глобальный цвет. Пишем здесь, например, цвет фона кнопок и нажимаем создать. И этот цвет теперь добавится в набор. Для чего? он нам нужен. Ну, допустим, вот есть у нас заголовок. Давайте добавим ту же кнопку и зададим ей цвет фона, тот, который мы только что с вами создали. Добавил сюда еще виджет текстовый редактор, чтобы как-то отделить заголовок от кнопки. И вот, что мы получаем с вами. Есть заголовок и кнопка вот такого цвета. И теперь, если нам необходимо вдруг поменять цвет, ну, передумали мы использовать этот цвет, да, заходим в настройки сайта, в глобальные цвета. И новый глобальный цвет, вот этот, да, мы можем его просто поменять на какой-то другой. И обратите внимание на магию. Меняем цвет, и он меняется во всех элементах, где этот глобальный цвет был применен. Здорово, не правда ли? Это очень удобно. Цвета теперь можно задавать повторяющимся элементам, и не нужно их менять индивидуально. Они меняются теперь глобально во всех элементах, в которых мы эти цвета применили. Когда мы с вами произвели импорт, вы наверняка заметили, что у нас есть по умолчанию четыре глобальных цвета. Их можно переназвать, как и все остальные цвета тоже. Но удалить четыре базовых цвета мы не можем. Системные цвета не могут быть удалены. Но мы можем их изменить, да, можно спокойно заменить первый, там, второй, третий, четвертый системный цвет и так далее. Но удалить прям вот эту позицию нельзя. Четыре цвета должны в любом случае быть по аналогии, как мы это с вами наблюдали вот в этой цветовой палитре. Ну и теперь практически то же самое с глобальными шрифтами или с глобальной типографикой. Основной заголовок. Здесь точно также есть четыре неудаляемых базовых позиции. Они тоже переименовываются. Все по аналогии с цветами. По нажатию на карандашик открывается стандартное всплывающее окошко для настроек типографики. И принцип работы тот же самый. Давайте я сейчас выйду из мастера. Добавлю сюда еще одну секцию и вставлю, к примеру, виджеты. Ну, иконка с текстом пусть будет. Как вы видите, здесь присутствует и заголовок, и текст. Сейчас мы будем их менять. Клик по бургеру, настройка сайта, глобальные шрифты и переходим в заголовок. Основной заголовок. Задаю Times New Roman и обратите внимание, заголовки поменялись везде. Если мы изменим основной текст, ну, например, на Lobster, никогда так не делайте, но я сделаю сейчас, чтобы это точно было заметно. И обратите внимание, что все тексты поменялись. Я надеюсь, что принцип вам понятен, как это работает. То есть обновление позволяет менять цвета и шрифты в одно касание буквально. Что еще теперь есть в настройках сайта? Есть айдентика сайта. Как было раньше? Раньше нам приходилось заходить во внешний вид, настроить, переходить в зависимости от темы в какой-то внутренний раздел, чтобы задать логотип, там, название сайта и так далее. Теперь это все делается внутри Elementor. Особенно это, конечно, полезно и здорово, когда мы используем тему Hello Elementor. Задаем здесь название сайта, может быть, описание, если нужно, логотип, фавиконку. Логотип будет применяться на весь сайт, фавиконка будет применяться на весь сайт. Ну и, естественно, была произведена рокировка по сравнению с тем, что мы видели вот здесь в стилях темы. Теперь пункты стилей темы. Это фон, типографика, кнопки, поля форм, изображения, пользовательские CSS. Мы видим абсолютно те же пункты, просто они по разным категориям разнесены. Также у нас отдельно был вот такой раздел, глобальные настройки. Здесь были настройки стилей и настройки Lightbox. Теперь они переехали в соответствующие разделы. Макет, настройки стилей сюда переехали. Здесь и брейкпоинты, здесь и основные настройки стилей, которые мы видели и до этого. Просто они более расширенные. Ну и настройки Lightbox. Вот они, все здесь, все такие же, просто переехали сюда. И это, на мой взгляд, действительно более удобно. Все в одном месте, все доступно, все здорово. Не нужно гулять по разным пунктам и переключаться. Была путаница на самом деле. Я сам путался. Насколько хорошо я сам знаю Elementor, насколько хорошо и много я его использую. Но, тем не менее, все равно блуждал по менюшкам, а здесь все теперь под рукой. А теперь давайте синхронизируем ваши знания, потому что кое-кто наверняка запутался. То, что мы с вами смотрели в глобальных стилях темы, и то, что появилось сейчас, оно не взаимозаменяемое, оно взаимодополняемое. Глобальные цвета и глобальные шрифты, грубо говоря, это шаблонизатор цвета и шаблонизатор типографики. Задали и в один клик меняем. Вот эти же настройки по-прежнему актуальны, и они позволяют задать общий цвет текста на всем сайте глобально. Это то, о чем я рассказывал в этом видео. Оно, как и прежде, актуально. Просто настройки переехали в другое место. Ну и теперь у цветов появились тоже глобальные цвета. То есть, смотрите, глобальный цвет теперь можно задать, ну, например, всем заголовкам H1. Если мы заголовки H1 специально никак не будем изменять, они будут вот такого цвета до тех пор, пока мы не зайдем и не поменяем вот этот цвет вот здесь, или не удалим его. Кстати говоря, при удалении мы видим вот такое сообщение, что вы собираетесь удалить глобальный цвет. Обратите внимание, если он используется где-то на вашем сайте, то он унаследует цвет по умолчанию. Возьмется какой-то из этих цветов для того, чтобы, ну, не черным же быть, заголовку, например, если вы назначили ему вот этот цвет. Вот так это работает. Следующее нововведение это уменьшение вложенности HTML-объектов. Понимаю, что для многих из вас это филькина грамота, но сейчас постараюсь объяснить. Вот она статья, кстати, в которой рассказывается про то, что было именно изменено. Каждый виджет, каждая секция и каждый элемент в Elementor имеет примерно вот такую структуру плюс-минус в зависимости от того, какой это объект, в данном случае рассматривается секция, потому что именно она претерпела изменения. И обратите теперь внимание на размер кода этой секции. Это в новой версии, а это в старой версии. То есть в старой версии вложенность была больше. Соответственно, каждый символ — это один байт, а когда все эти символы складываются воедино, то получается много байт, и, соответственно, страница весит тяжелее. Плюс, конечно же, ваш любимый Google PageSpeed Insights ругался на глубокую вложенность DOM. Он и сейчас будет ругаться, скажу вам сразу, особенно когда у вас большой длиннющий лендинг. Но, по крайней мере, теперь он будет ругаться меньше и показывать этих самых DOM немножко меньше, и это уже хорошо. Смотрим, как это именно проявляется. Создал простенькую структуру в новой версии и в старой версии. И пришло время посмотреть разницу. Но прежде чем это сделать, нужно зайти в Elementor, настройки, расширенные, и включить здесь оптимизированный вывод DOM. Перевести в положение включить, сохранить изменения. Ну и для уверенности, чтобы точно понять, работает эта штука или нет, на всех ваших страницах нужно вставить хотя бы один объект, допустим, заголовок, и удалить его, чтобы появилась возможность пересохранить документ. Нажимаем обновить, и тогда точно структура документа пересохранится и будет выводиться в новом виде. Перезагружаем страничку. Вот она у нас секция, копирую элемент и вставляю код элемента в HTML-редактор. Аналогичным образом поступаю с секцией в старой версии Elementor. Невооруженным глазом видно, что в новой версии код короче 38 строк, а в старой версии 44. Да, не бог весть, какая разница, но тем не менее разница есть, и она ощутима в объеме. Мы сейчас смотрели с вами только одну секцию, а когда секций много на всем сайте, это складывается в итоге в хорошую сумму байт, который в итоге при оптимизации сайта дает, конечно же, свой прирост. Вот что касается этой оптимизации. Включайте, обновляйте ваши страницы, только опять же не забывайте делать резервную копию. Ну, я думаю, что вы ее уже сделали перед тем даже, как обновиться, поэтому проблем у вас возникнуть не должно. Не возникло ведь? Тогда идем дальше. А дальше пройдемся по разным радостным и не очень мелочам. И первая мелочь, которую сделали, это изменили цвет вот этой панели. Если мы сравним, раньше была она розовее, да, сейчас такая более кроваво-красная. Логотип, конечно, тоже изменился. Мне он напоминает журнал Яролаж. Раньше было лучше, как говорится. Тоже не особо понятно было, не особо мне нравился, но нравился больше, чем есть сейчас. Ну, разработчикам виднее. Так они увидели свой логотип, их дело их право. Следующее небольшое нововведение коснулось виджета иконки соцсетей. Теперь здесь можно задавать количество колонок. Вот колонки авто по умолчанию. И можно делать от двух до шести колонок. Это, конечно же, хорошо и удобно. Плюс ко всему эта функция адаптивная. Она работает на всех устройствах. Можно, допустим, на смартфоне сделать иное количество колонок, нежели это сделано на компьютере. Следующая интересная функция появилась в настройках сайта. В разделе макет теперь можно задать макет страницы по умолчанию. Допустим, весь ваш проект состоит из набора разных лендинг-пейдж под разные тематики, например, и дизайн вам объединять ни к чему. И вы, допустим, хотите использовать макет страницы холст-элементар, чтобы убрать полностью везде шапку и подвал. Ну или, допустим, хотите задать на всех страницах элементар полная ширина. Задаете это глобально в этом разделе, сохраняете настройки и на всем сайте теперь будет холст-элементар всегда, когда вы открываете редактор. Это, конечно же, мега удобно. Давайте-ка проверим, наверное, как это работает. Отредактирую страницу Checkout. Попробуем с той страницей, которая уже была создана в Elementor, и с новой, допустим, страницей. Здесь это не сработало. Здесь отображается меню. Давайте посмотрим, как это будет с новой страницей. Назовем как-нибудь эту новую страницу. Нажмем «Редактировать в Elementor». А здесь это сработало. Для новых страниц, как вы видите, это работает. И по умолчанию новая страница у нас загрузилась с макетом страницы, которая установлена здесь по умолчанию. Теперь умолчания берутся вот отсюда, из настроек сайта. До этого умолчания брались из темы, соответственно. И если мы посмотрим здесь, то умолчание у нас холст-элементар. Но мы можем для какой-то конкретной страницы задать свой макет. Например, элементар полная ширина. И сейчас мы с вами должны, по идее, увидеть шапку с подвалом. Но почему-то мы ничего не увидели. Не понимаю логику, как это работает. Но вот как-то так. И следующее малюсенькое нововведение коснулось Z-индексов всех. И в виджетах, и в секциях. А именно Z-индекс теперь может быть адаптивным. Про Z-индекс сто раз уже рассказывал. Желания никакого повторяться нет. Просто имейте в виду, что Z-индекс адаптивный. Читайте про Z-индекс в HTML-справочниках. Это никакой не секрет. Там все разжевано и расписано. Раньше его можно было задавать общим и для компьютеров, и для мобильных устройств. Теперь можно по отдельности задать разный Z-индекс на разных устройствах. И это, конечно же, повышает удобство адаптации под устройства. Не уходя из этого же раздела, смотрим на то, что в отступах снаружи и в отступах внутри добавили дополнительную единицу измерения. Помимо пикселей, ем и процентов, появился еще и рем. По поводу рем можно создавать отдельное видео. Объяснять не буду. Тоже почитайте. Если не будет понятно, пишите в комментариях. Возможно, сделаю видео по единицам измерения. Расскажу, как это все работает. Следующие изменения внесены в виджет список с иконками. А именно, каким образом применять ссылку. Давайте поставлю сюда ссылку, и сразу понятно станет, о чем речь. До этого, когда мы ставили сюда ссылку, она по умолчанию применялась на всю ширину. Обратите внимание, как меняется курсор. По всей ширине этого пункта действует ссылка. Теперь мы можем вот здесь задать, как во всю ширину, так и друг за другом. Теперь ссылка распространяется только на надпись, а не на всю ширину. Очень здорово и удобно, потому что часто ссылки используются в списке с иконками. А из-за фантомных кликов человек переходил и пугался чего-то там. Или, допустим, номер телефона у него срабатывал. Теперь такого не будет происходить. Еще бы в виджет меню то же самое сделали. Там тоже для горизонтальных меню очень нужна эта функция. Надо бы написать разработчикам о том, что это тоже нужно туда добавить. Пока этого там нет. Там все пункты во всю ширину, и когда мы делаем особенно мобильные футеры, это прямо пока что там беда и боль. Картинка с текстом. Следующий виджет на очереди, куда чуть-чуть добавили кое-чего. А именно скругление углов изображения. Теперь его можно делать вот так. И, естественно, это скругление адаптивное. Действительно, теперь удобнее. Не нужно задавать кастомные стили, если нужно, допустим, скруглить какое-то изображение и не делать же его в фотошопе, в конце концов, в 2020 году. Следующим докрутили виджет изображения, а именно добавили высоту изображения. Давайте посмотрим, как это работает. Ну, для начала зададим картинку какую-нибудь, чтобы было точно понятно, что изменяется. Вот я меняю, допустим, высоту этого изображения. Вот так вот. Обратите внимание, картинка растягивается, и здесь мы можем сделать подгонку. Это может быть заливка, перекрыть. Ну, сейчас мы не видим никакого эффекта. Ну, вот что-то увидели. Давайте попробуем вот так перекрыть, поместить. Вот так вот меняется. В некоторых ситуациях это может понадобиться. В каких именно? Допустим, у нас есть две колонки, и здесь есть какое-то содержимое. И, например, нам нужно выставить изображение так, чтобы содержимое левой колонки и содержимое правой колонки были вровень друг с другом. И вот как раз-таки для этого нужна высота и подгонка. В общем, здесь индивидуально нужно под каждую картинку сидеть и ковыряться. Долго не будем на этом останавливаться. Вы приблизительно поняли, для чего это нужно. Высоту сделали, подогнали, чтобы изображение смотрелось более-менее нормально. Ну, и все на этом. Следующее нововведение я без согласия разработчиков посвящаю вашим ретроградным клиентам, которые до сих пор требуют, чтобы сайт отображался в Internet Explorer хорошо. Microsoft уже давным-давно, я уже даже не помню, в каком году, прекратила поддержку Internet Explorer версии 11, а мне все еще до сих пор прилетают сообщения. Да что там говорить? Чуть больше года назад у меня клиенты требовали, чтобы в Explorer 11, потому что они все смотрят этот сайт. Они были не очень молоды, психика ригидная, сами понимаете. Что с них взять? Короче говоря, в Elementor 3.0 Internet Explorer в SEO он поддерживаться не будет. Технологии верстки меняются и, соответственно, Elementor не может поддерживать до бесконечности эти динозаври и браузеры. Поэтому все, до свидания, Internet Explorer. Наконец-то избавились таки. Ну и заключительное, на что мы посмотрим в бесплатной версии, это на то, что тумблер вот этот растянуть секцию переехал в самый низ и правильно сделали, что перенесли вниз, потому что жмакают кому не попадя надо и не надо. Тумблер растянуть секцию нужен лишь в экстренных случаях, когда другими способами во всю ширину секцию растянуть не получается. И он растягивает скриптом принудительно, а очень часто я вижу, что на первый экран ставят растянуть секцию и экран в итоге мерцает. Когда страница загружается, это неправильно. Не нужно включать этот тумблер по делу и без дела. А тем более по делу включать не нужно. Для того, чтобы по делу, у нас есть Elementor полная ширина. В нормальных темах эта функция нормально работает. Пользуйтесь ей, пожалуйста. Вот и все по бесплатному Elementor. Отстрелялись. Переходим к Elementor Pro. В новой версии разработчики переделали конструктор тем. Переходим в конструктор тем и видим вот такую вот картину. Для того, чтобы понять, что было и как стало, давайте посмотрим, как это было ранее. А ранее это было вот таким вот образом. Мы видели вот такой вот раздел, где хранились все шаблоны частей темы. Допустим, можно сделать шапку, можно сделать подвал. Шаблон одиночной записи, про который у меня есть видео. Оставлю ссылку в описании, да и во всплывашке сейчас появилось. Что же сейчас изменилось? Да практически ничего логически, только визуально. Одиночная запись ту же. Допустим, можно создать теперь в один клик. Да, это быстрее, чем было раньше. Нажимаем одиночная запись и у нас начал создаваться шаблон. Раньше было таким образом. Мы нажимали добавить новый. Здесь нужно было выбрать, что это сингл. Если мы, допустим, нажимали добавить новый откуда-то, не из раздела сингл. И нужно было здесь выбрать, для чего этот сингл. Для записи, для страницы или страницы 404. Теперь же меньше действий, меньше кликов, конечно, намного удобнее стало. И более того, мы можем в конструктор тем теперь перейти вот отсюда. Кликаем по бургеру и переходим в конструктор тем. Достаточно удобно стало, кликов действительно меньше. Но это еще не все. Удобно то, что теперь предпросмотр доступен всего этого. Да, он неполноценный. Допустим, вот те же иконки не загружаются. Но, тем не менее, можно хоть как-то посмотреть, как будет выглядеть страница. Конечно, как-то работает это не очень. Пока что хорошо. Возможно, будет работать лучше. Но вот как работает сейчас, так и работает. Какие плюсы я бы выделил этого раздела? Первый плюс — это уход от некрасивого WordPress интерфейса. О чем я говорил в обзоре WordPress 5.5. Я возмущался там, что добавляют то, что не нужно. Уже бы изменили интерфейс на более красивый, на более юзабельный, чтобы стало приятнее пользоваться. Ну вот разработчики Elementor сделали первый шаг в эту сторону. Глядишь, и разработчики WordPress подсуетятся. Следующий плюс, как я уже сказал, видно, что в шаблоне, пусть и не все, пусть и не во всех шаблонах, но, тем не менее, уже что-то есть. Ну и шаблоны создаются быстрее. Я тоже об этом проговорил. Достаточно одного клика, и вот вы уже создаете шаблон. Из минусов я бы выделил то, что если шаблонов много, их неудобно искать, поиска мы не видим. Скорее всего, он со временем, конечно же, появится, потому что, разумеется, это логичное нововведение, логичное развитие. И наверняка уже либо кто-то об этом написал, либо напишет обязательно. Да даже и с поиском, если, допустим, шаблонов чуть больше, чем у меня, быстро найти в этом списке что-либо не очень бы получилось. Тем более, что и название шаблонов достаточно мелкое и малозаметное. Не особо удобно быстро просматривать их и включать, открывать тот шаблон, который нужен. Больше вроде пока минусов замечено не было. Может быть, со временем побольше, подольше. Попользуюсь этим новым конструктором тем. Минусов появится больше, а может быть и плюсов появится больше. Конечно, хотелось бы, чтобы плюсов было больше всегда. На самом деле, я уже около месяца, наверное, как только бета-версия появилась. Elementor Pro и бесплатный Elementor тоже. Жду выхода конструктора тем, потому что пришлось придержать выход курса по Elementor Pro. Шаблонизатор в Elementor Pro это самая центральная, самая главная, самая основная часть. И чтобы не выпускать старые уроки, я решил сразу же записывать уже новые уроки с новым шаблонизатором. Хотя, в принципе, функционально. Тут ничего не поменялось. Поменялся лишь интерфейс. А так, смысл остался тот же, но полностью смысл я объясняю в своем видеокурсе. Ссылка на него будет в описании. Где-то через неделю уже начнут появляться новые ролики по конструктору тем, уже включая новый интерфейс. Ну, а мы движемся дальше. И дальше для меня странно то, что разработчики сразу же не изменили внешний вид поп-апов. Поп-апы остались, как и были, вот в таком вот виде, как мы это видели в старой версии. Логично и возможно, что поп-апы тоже скоро войдут в конструктор тем. Как-то их докрутят, допилят, и они будут выглядеть более красиво. Прям вот вывод такой напрашивается. Пока что оставили в старом виде, и более того, когда мы нажимаем добавить новый, мы можем здесь помимо поп-апа выбрать еще и любой другой тип шаблона, как мы это делали, допустим, в старой версии, когда мы здесь нажимали добавить новый. Только не отсюда, допустим, а вот в сохраненных шаблонах добавить новый. И здесь мы могли выбрать что? Поп-ап, секцию, футер, хедер и так далее. Пока такая история с поп-апами. Из основных нововведений про версии это все. Остались маленькие нововведения, пробежимся по ним. Например, немаловажное нововведение коснулось оптимизации процесса выдачи CSS динамических элементов. Сложный на самом деле механизм, там, в общем, кое-что перезапрашивалось, пересохранялось. Не буду сейчас объяснять, как это на самом деле работает, но если простыми словами, то это означает, что стили повторяющихся динамических элементов будут отдаваться быстрее. Самый простой пример динамических элементов я рассказывал в видео про то, как вывести произвольные поля в шаблонах Elementor на примере Advanced Custom Fields. То есть, если быстро и коротко сказать, страницы, сделанные с помощью шаблонов, будут загружаться быстрее. Просто держите это в голове, и для многих этого будет достаточно. Есть у нас такой виджет в Elementor Pro, называется Галерея. И галерея может выглядеть вот таким образом. Сетка А может выглядеть кирпичной кладкой. В момент релиза в какой-то там версии этой галереи кирпичная кладка работала не очень. Разработчики утверждают, что они поправили механизм вывода изображений в виде кирпичной кладки. Поверю им на слово, будем надеяться, что это действительно так. Следующее обновление, от которого я буду бомбиться, это типа добавили контекстные якоря в виджет оглавления. Что это означает? Если я навожу на вот этот пункт в оглавлении, обратите внимание, левый нижний угол, как выглядит ссылка. Через диез добавляется Elementor, TOC, Header, Anchor 1, здесь Anchor 0, соответственно 2, 3 и так далее. Что с этим не так? А не так с этим то, что анкоры считывают поисковики, да, они не особо влияют там на поиск, но тем не менее в поисковую выдачу они все равно попадают, и когда попадает вот такой анкор, это, конечно же, некрасиво. А как тогда красиво, спросите вы? А вот обратите внимание, как красиво. Навожу на ссылку, также левый нижний угол, и смотрите, через диез добавляется текст, заголовка в этот анкор. Все замечательно, будет красиво индексироваться, красиво отображаться и так далее. Но с Elementor абсолютно не так, хотя разработчики утверждают, что автоматизацию сделали. А я сейчас покажу, какой они сделали автоматизацию. Делаю редактировать запись, и вот какая нас ждет автоматизация в 2020 году. Для того, чтобы была какая-то автоматизация, нам нужно выделить этот заголовок, перейти в дополнительно. В версии WordPress 5.5 у нас теперь есть возможность задавать HTML-якорь. Зададим какой-нибудь вот такой простой рандомный якорь на латинице, обновим и перезагрузим нашу страницу. По идее, на заголовке SeedQuiz должен появиться вот этот контекст якоря. Да, он появился, но обратите внимание, что мне пришлось руками зайти и изменить его ID. Это ведь крайне неудобно. Да, я написал там разработчикам, они написали, что мы автоматизировали. Я им написал, что они ничего не автоматизировали, и это действительно так. Автоматизировал плагин TOC, там какой-то там для WordPress, который я использую на своем сайте. И когда разработчики сделали релиз оглавления, я об этом и говорил, что я не буду использовать этот виджет, потому что он сырой и не юзабельный. Хватит этого виджета, слишком много чести, движемся дальше. А дальше виджет вход, и обновилась вот такая штука, перенаправление после входа. Добавили просто динамику к этому полю. Раньше поле было статичное, теперь динамическое. Ну, например, можно вернуть человека на ту же запись, на которой он нажал вход. Допустим, форма входа у вас была в сайтбаре. Вы добавили здесь URL записи. Человек введет лагин-пароль, нажмет войти, его перезагрузит и оставит на этой же странице. Достаточно удобная фишечка, особенно для тех, кто использует эту форму входа. Я ее, к слову, ни разу не использовал. Ну, как-то вот не приходилось. Поэтому не могу сказать, насколько это удобно, но я думаю, что будет удобно, конечно же. Далее виджет Flipbox. Для перекрытия фона здесь добавили вот какую вещь. Ну, для того, чтобы задать перекрытие фона, нужно задать основной фон для начала, правильно? Правильно. Задали основной фон, появилось перекрытие. Чтобы задать перекрытие, нужно здесь что-то поделать, и только после этого появляются фильтры CSS. Соответственно, здесь можно что-то сделать с фильтрами CSS и с режимами наложения. Вот таким вот образом делать, по аналогии, как мы это делаем в фотошопе. Вот такая штука у нас произошла с Flipbox. Движемся дальше. А дальше виджет меню навигации. И разработчики теперь позволили нам изменять размер бургер меню на разных устройствах. Давайте сделаем прям сразу бургер меню. Выпадающее. Стиль. Переключатель. Размер. И вот он. Размер может быть на разных устройствах разный. На планшетах, допустим, поменьше, а на смартфонах еще меньше. Таким образом, мы видим вот что. Большой размер, поменьше и совсем маленький. Тоже хорошо. По-моему, даже в каком-то проекте приходилось через CSS это дело допиливать. То, что теперь есть такая настройка, конечно же, удобно. Немного больше обновлений досталось виджету призыв к действию. Здесь добавили адаптивное выравнивание текста. Раньше этого не было. Стыдно сказать. Далее появилась динамика в ленточке. Теперь можно в ленточку, вот в эту, вот напоминаю, что такое ленточка, выводить какие-то динамические данные. Ну, мало ли, от страницы к странице нужно, допустим, из произвольных полей что-то сюда выводить. Или что-то еще. Ну и не бог весть, какое нововведение. Но, тем не менее, раньше здесь было написано, что это заголовок и описание. А сейчас ярлыки разделили. Заголовок для поля заголовок, описание для поля описания. Ну, так более юзабельно, более понятно. А заключительное обновление мы посмотрим в виджете записи. Добавили вот какую вещь, а именно дата изменения записи. Обратите внимание, что появилась вторая дата. Дата создания у нас здесь отображается и дата изменения этой записи. Для некоторых ситуаций очень даже хорошо. А вообще хорошо оставить только дату изменения, например. И здорово, если вы часто меняете запись, то пользователи, да и поисковики тоже видят, что дата записи изменяется, что запись каким-то образом развивается. Основные нововведения посмотрели, осталось сделать выводы. Обновление, конечно же, большое и интересное. Особенно порадовал новый глобальный редактор стилей. Правда, теперь придется перезаписать кучу уроков моего видеокурса по бесплатному Elementor. Но это ладно, глобальные цвета и шрифты того стоят. Обновление Elementor Pro скорее косметическое, чем функциональное. Но немного удобства в работу оно тоже привносит. Есть и огрехи, но как без них. В любом ПО они есть. У меня вот на macOS после последнего обновления пропало поле ввода пароля. Пока не потыкаешь в это место, где оно должно быть курсором, не появляется. Так что косячат все, и мы с вами тоже не исключение. Я же желаю вам успешного опыта до использования нового Elementor 3.0 и хорошего дня.